Новотек встретил покупателей в хабе Новотек встретил покупателей в хабе Новые контракты компании будут привязаны к Brandt и TTF Газета Коммерсант номер 63 от 10 апреля 2019 года Строение 7 Твердый знак выяснил детали первых соглашений Новотека о поставках газа с будущего проекта Arctic SPG-2 В частности, компания собирается продать начальные объемы SPG с привязкой к нефти и европейскому хабу По словам источников Твердый знак, соглашение на 1 миллион тест-ридером Предусматривает индексацию по А соглашение на такой же объем с испанской 80% нефти И 20% При текущих котировках это составляет около 195 долларов и 260 долларов за 1000 кубометров соответственно Источники Твердый знак рассказали о некоторых параметрах не обязывающих соглашений Заключенных Новотеком 2 апреля по продаже будущего SPG со второго проекта компании Arctic SPG Оба контракта, с трейдером Vittal И испанской газовой компанией Repsol Предполагают поставки 1 миллион TSPG в Горд в течение 15 лет Vittal Покупает газ на условиях По словам собеседников Твердый знак на рынке В этом контракте полностью хабовая индексация Цена привязана к котировкам на нидерландском хабе TTF Который в последние годы стал основным центром ценообразования на европейском газовом рынке Один из собеседников Твердый знак полагает, что формула цены должна содержать дисконт К TTF В виде константы, которая отражает стоимость транспортировки от Мурманска до терминала Gate В Нидерландах или Зебрюге в Бельгии Однако источники Твердый знак, знакомые с ситуацией, утверждают, что дисконта нет Если это так, то по текущим котировкам газ может стоить около 195 долларов за 1000 кубометров Почему Газпром видит в SPG источник потери бюджета Однако Роман Казьмин из СССР Считает, что контракт Витал Вполне может не иметь дисконта, поскольку заключен на условиях ФОБ ФОБ Это всегда больше вариантов для покупателя, куда он может продать газ Вероятнее всего Витал Выбрал ТТФ Поскольку решил хеджировать контракт на рынке Северо-Западной Европы Полагает эксперт Они, скорее всего, заключат соглашение о поставке с каким-нибудь приемным терминалом в этом регионе Обязательно захеджируют контракт производными инструментами, поскольку рынок ликвидный, но поставлять в Северо-Западную Европу Витал Не планирует, это все для страховки, считает Роман Казьмин Витал 80% объемов привязаны к нефти Остальные 20% К Причина в том, что Репсол Предполагает поставлять газ на испанский рынок, где внутренние тарифы на газ рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей Имея контракт со сходным ценообразованием, Репсол хеджирует риски Новотек рассчитывает запустить круглогодичную навигацию без сверхмощного ледокола Кроме того, по словам одного из собеседников, твердый знак Репсол Уже заключил большой объем контрактов с привязкой к американскому Хенри Хаб И хотел диверсифицировать риски Газ будет поставляться на терминалы в Испании на условиях Дез Хотя, по данным твердый знак, Новотек предлагал Репсол Брать его на ФОБ Мурманск В Витал И Репсол Не комментируют коммерческие переговоры В Новотеке также отказались обсуждать новые контракты По мнению Романа Казмина, уровень кривой в нефтяной привязке контракта Репсол Может составлять 10,8-11%, что является довольно низким показателем По его мнению, снижение спотовых цен на газ в мире оказывает психологическое влияние и на цены, по которым компании готовы заключать долгосрочные контракты Но даже при таком уровне привязки, при текущем уровне цен газ для Репсол Мог бы стоить около 260 долларов за 1000 кубометров из-за роста цен на нефть со 60 долларов до 70 долларов с начала года Тогда как цены на ТТФ Пока остаются низкими из-за теплой зимы Юрий Барсуков